Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать и показать шины для внедорожников, а то мы с вами все о легковых, да о легковых разговариваем. Сейчас в обзоре будут шины у нас с вами BF Goodrich. Это вообще американский бренд. В 1988 году он начал подчиняться Michelin, то есть они продали. Вообще эти шины считаются лучшими для внедорожников, так как компания вот чисто занималась только внедорожной резиной. И на обзоре у нас сегодня модель с вами Alt-Terrain TA-K02 в размере 275-70R16. Шины предназначены для города и для легкого бездорожья. То есть протектор у нас с вами идет симметричный, можно хоть как ставить на диск. Шина немного шумновата, за счет опять же своего протектора, но зато по воде ей вообще нет равных. На этих шинах люди любят вообще лезть в хорошую грязь. Как показывает практика, они справляются. Вообще шина считается все сезонной, так как у нее есть ламели. Дизайн плечевых блоков повышает маневренность на легком грунте и снегу. Если у вас зима теплая, то как бы можно смело ездить. Просто вот допустим у нас на Урале бывает минус 20 и минус 30. И я вообще не знаю, как она себя поведет в такие морозы. А вообще, в принципе, с ранней весны до поздней осени смело можно ставить шины и ездить. На ощупь борта довольно крепкие и жесткие. А вообще, что касаемо износостойкости, шина долго ходит, за счет богатого состава резины. Борта также идут у нас крепкие, усиленные, с арамидными волокнами. Чтобы поймать грыжу, блин, я не знаю, это реально нужно постараться. Индекс нагрузки на одно колесо в переводе составляет 1250 кг. Данные шины у нас имеют дату 43-ю неделю 2019 года. То есть, прям вообще свежак. Произведены они у нас в Таиланде на заводе Michelin. Сбоку ярко шины выделены синим цветом. С завода не я разукрашивал. Сейчас с вами замерим глубину протектора. То есть, в среднем вот она составляет 11,98 мм. То есть, довольно высокий протектор. Не как, например, у того же Кордианта Альтерейн. Скажу честно, шины Гудрич покупают редко. В основном те, кто любит бездорожье. Так как эти шины, ну, вообще довольно дорогие. Например, этот комплект обошелся человеку в 52 тысячи рублей. В сравнении с тем же Хэнкуком Дюна Про корейцами, он получается 31 тысяча 400 рублей за 4 колеса. Всем спасибо, кто досмотрел до конца видео. Если есть вопросы, пиши. Я отвечу на них со своей точки зрения. Может, что-то посоветую. Ну, в общем, всем удачи и добра. Не болейте никогда.